и здравствуйте зрители и подписчики потом видео я расскажу вам о том как сделать система управления котлом и бойлером на этом китайском модуле для этого я разработал android приложение с помощью которого вы сможете управлять котлом и бойлером вручном решение по таймеру по времени или по температуре если вы хотите поддержать выходом новых видео просто поставьте лайком и подпишитесь на мой канал и не буду тянуть время и приятного просмотра для начала я хотел бы рассказать подробнее о своем проекте первым делом вам нужно создать пользователя в моем приложении для этого открываем экраном регистрации и вводим почту и пароли вашего будущего пользователя после создания пользователя вы перейдете на экран входа на которому нужно будет указать данные созданного вами пользователя для того чтобы платы есть вам 12 фом которая встроена в ранее показаны мной модули смогла получить доступ к вашим вай фай сети и вашему пользователю нужно настроить ее параметры работы через веб-морду для этого подключаем модуль с ним к питанию подключаемся к вай фай точке умное отопление и переходим по этому адресу на этой странице следует ввести название пароля вашей вай фай сети почту и пароля вашего пользователя и количество теново в вашем котле если вы захотите изменить параметры работы можно нажать и удерживаться кнопку подключена к плате есть по 12f после этого вас должна снова появиться вай фай сети для настройки параметров работы для управления котломом по температуре я создал отдельный прибором на плате есть по 8266 которые измеряем температуру и сохраняет ее в облачную базу данных для него также нужно надо строить параметры работы первый экрана в моем приложении это экрана для управления котлома или боя ли рама в ручном режиме если ваш котел имеет несколько теново вы можете управлять ими чем больше вы включите теново тем больше мощность котла для управления нашей системой отопления по таймеру откройте следующий экран а при помощи ползунка укажите время работы таймера это сколько нужно включить теново после запуска таймера ваш котел автоматически включится и выключится через установленное вами время помимо таймера котла вы можете запустить таймер бойлера который будет работать отдельно следующий режимом это режимом включения и выключения котлант или боги ляран по времени с его помощью вы можете задаться алгоритм работы к примеру я могу сделать так чтобы котел включался в тринадцать ноль ноли на один теном в пятнадцати ноль ноли выключался восемнадцати ноль ноли снова включался но уши на два тена после чего выключался в двадцати ноль ноль такой алгоритм работы я составил только для примера вы можете указать любое время и любое количество интервалов работы можно сделать так чтобы котел всегда включался на два тена или же чтобы он всегда работал только на один тен решать уж и вам а для бойлера вы можете составить отдельные алгоритм работы так как бойлером в отличие от котла может работать только на дно и мощности указывать количество тенов перед тем как он указать время вам не нужно последний я решим работа это управление котлом а по температуре с его помощью вы можете контролировать температуру в вашей квартире как я говорил ранее для его работы вам потребуется отдельные приборы для измерения температуры если подключить его к питанию он будет там отправлять температуру которая отображается в моем приложении на этом экране вы можете ввести температуру которая будет там поддерживаться у вас в доме если вы запустите от решимом вы увидите диапазоном в котором будет там поддерживаться температура если текущая температура ниша минимальные температуры в этом диапазоне котел включится. Если текущая температура превышает температуру в показанном диапазоне, котел выключится. Для того, чтобы защитить электросеть от перегрузки потоку, в моем приложении предусмотрена защита от перегрузки электросети. Она не даст вам одновременно включить котел на максимальную мощность и бойлер. Вы можете отключить ее в настройках приложения, но это на свой страх и риск. Помимо этого, в настройках приложения вы можете указать тип вибрации, максимальное количество тенов вашего котла и заменить диапазон температуры, которая будет поддерживаться у вас в квартире. А для настройки уведомления приложения я создал отдельный экран. После такого длительного обзора моего проекта, я хотел бы рассказать о том, какие компоненты понадобятся для его создания. Основным компонентом является этот модуль, который я заказал с AliExpress. Он включает в себя понижающие преобразователи переменного тока с напряжением до 250 В, понижающие преобразователи постоянного тока с напряжением от 5 до 30 В, четырехканальные модули реле, плату ESP12F и всю дополнительную обвязку. Удобство этого модуля в том, что все нужные нам компоненты уже есть на печатной плате, так что вам не придется ничего поесть. Для такого серьезного проекта это максимально надежное и удобное решение. Кроме этого модуля, вам потребуется кнопка и резистор на 10 кОм, которые пригодятся в тех случаях, когда вам нужно будет изменить параметры работы. Если вы будете делать датчика для измерения температуры, вам также понадобится плата ESP8266, датчик температуры DS18V20 и резистор на 4,7 кОм. По традиции, корпус для основного модуля и термометра я напечатал на своем 3D принтере. В описании я оставлю ссылку на скачивание всех деталей моего корпуса. Корпус для основного модуля, хоть и достаточно просто в техническом плане, на его печати я потратил 4,5 часа. В нем предусмотрены бабушки для крепления модуля реле на шурупах. Для управления нашей системой отопления через смартфон, я использовал облачную базу данных Firebase, которая по совместительности является еще и платформой для мобильных приложений. О том, что включает в себя Firebase, какую базу данных я использовал для этого проекта, как в ней хранятся данные и как работает защита данных, я рассказал в предыдущем видео. Так что в этом видео я не буду на этом останавливаться. Вообще, Firebase хорошо подходит для создания интернет-вещей. Помимо большого функционала, она еще и довольно надежна, поэтому ее можно использовать в больших проектах. К тому же, Firebase предоставляет бесплатный тариф, возможности которого вполне хватает для поддержания Arduino проектов. Теперь давайте рассмотрим кода для платы ESP12F. Перед его загрузкой нужно установить набор платы для ESP8266. Для этого открываем настройки, добавляем в окно дополнительных ссылок для менеджера платы. После этого открываем сам менеджер платы, вводим в поиск ESP8266 и устанавливаем этот набор. Если у вас установлена не самая последняя версия этого набора платы, следует установить обновление, так как может возникнуть ошибка компиляции. После установки платы, открываем инструменты и выбираем плату NodeMCU 0.9. Для работы с библиотекой Firebase ESP8266 вам нужно установить библиотеку Arduino JSON версии 5.13.1 через менеджером библиотеку. Ссылку на остальные библиотеки я оставлю в описании к этому видео. Для управления котлом или боелером по времени, нужно указать вашу часовой пояс на этой строке. А для перехода платы ESP12F в решимом прошивке, подключите перемычку между пиномом IO0 и землей. В описании я также оставлю ссылку на код для термометра на ESP8266. После загрузки кода вам нужно припаять перемычки между контактами IO16 и RU1, IO14 и RU2, IO12 и RU3 и IO13 и RU4. Также следует припаять кнопку вместе с резистором по этой схеме. На нашем модуле контакты с префиксом RU отвечают за включение или выключение определенного реле. При включении первого и выключении второго реле включается один тен-котла. При включении второго и выключении первого реле включаются два тена-котла. Третье реле отвечает за включение насоса, перекачивающего теплононосителя по батареям, который работает одновременно с котлом. А с помощью четвертого реле мы управляем бойлером. У меня в доме стоит котел фермы Тенка с двумя тенами. Для включения одного или двухтенов на моем котле есть вот такой вот переключатель. Контакты переключателя, которые нужно замыкать для включения одного тена-котла, можно подключить к первому реле. А контакты переключателя, которые нужно замыкать для включения двух тенов-котла, следует подключить ко второму реле. По сути, мы просто дублируем наш переключатель. Для управления насосом или бойлером нужно разрезать их шнуры питания и подключить их к соответствующему реле. Так как модули с платы ESP12F, которые будут всем этим управлять, включая там понижающие преобразователи переменного тока, мы запитаем его от сети 220 вольт. Для управления котлом по температуре, которую измеряет специальный прибор, вам нужно поставить на своем котле максимальную температуру, после чего вы сможете устанавливать ее с приложения. У вас, наверное, мог возникнуть вопрос, а какое смысл создавать отдельные приборы для измерения температуры, если котел и так может поддерживать нужную вам температуру? Вообще, обычный котел включается и выключается не по температуре воздуха в вашей квартире, а по температуре теплоносителя. Из-за этого нельзя точно контролировать температуру в вашей квартире. К тому же, котел измеряет температуру теплоносителя, который выходит из него. Поэтому, когда одна часть помещения уже прогрелась, вторая еще нет. Используя моим термометром, вы сможете поддерживать нужную вам температуру в конкретной комнате. Теперь я хотел бы подвести итоги. Этот проект был для меня самым осложным в истории моего канала. На его создание я потратил очень много времени и сил. Надеюсь, вы поддержите мою ролику лайком или поделитесь им со своими друзьями. На этом мое видео подошло к концу. Ставьте свои лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока.